Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Здесь мы рассказываем абсолютно все о БУ-запчастях, так что обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить много всего интересного. Также помните, что в «АвтоСтронг-М» обилие двигателей, обилие коробок передач, всего навесного оборудования и кузовщины. Расширение ассортимента и качественный сервис – это приоритет компании «АвтоСтронг-М». Мы продолжаем очень интересную рубрику, в которой мы рассказываем абсолютно все об узапчастях. Итак, встречаем генераторы. Посмотрите, сколько всего интересного мы для вас приготовили. Принцип работы любого автомобильного генератора основан на электромагнитной индукции. То есть ток возникает в закрытой рамке при пересечении ее вращающимся магнитным полем. То есть для работы генератора нужно вращающееся магнитное поле. Вращающееся магнитное поле создается в генераторе ротора. Следует отметить, что постоянных магнитов в генераторе нет. Соответственно, нет и постоянного магнитного поля. Но оно создается при подаче на обмотку ротора напряжение. Обмотка ротора правильно называется обмотка возбуждения. При включении зажигания появляется магнитное поле. Когда двигатель запустился, начинается вращение ротора и ток начинает вырабатываться на трех отдельных катушках статора. Этим током питается обмотка возбуждения и тогда ток от аккумулятора уже не нужен. Переменный ток с обмоток статора преобразуется устройством, которое называется выпрямитель, также известное как диодный мост. Благодаря этому устройству выходной ток с генератора становится постоянным и выпрямленным. В диодном мосте присутствует шесть силовых диодов, три из которых соединены с силовым плюсом. Три остальных с массой, то есть с корпусом. Также в диодном мосте могут присутствовать слаботочные диоды, которые соединены с обмоткой возбуждения. Диод это полупроводник, который пропускает ток только в одном направлении. Также в генераторе есть реле-регулятор. Вот это реле-регулятор и диодный мост с Mercedes, это реле-регулятор с Renault. На реле приходит напряжение с диодов. Если его недостаточно, то есть оно меньше 14 вольт, то реле-регулятор увеличивает напряжение на обмотке возбуждения. При увеличении магнитного поля на роторе увеличивается силовое напряжение на статоре. Необходимое напряжение 14-14,5 вольт. Здесь же добавим, что магнитное поле увеличивает усилие, с которым вращается ротор. Эта нагрузка через приводной ремень передается на коленвал. Соответственно, чем больше потребителей электрических вы включите в автомобили, тем выше будет расход топлива. Именно благодаря регулированию тока в обмотке ротора производительность генератора не зависит от скорости его вращения. Разумеется, до определенных пределов мощности генератора. Реле-регулятор – это чисто электронное устройство. Кстати, ток возбуждения подается по подпружиненным графитовым щеткам, которые контактируют с контактными кольцами генератора. На современных автомобилях применяются бесщеточные индукторные генераторы. В них обмотка возбуждения отдельная, неподвижная, с намагниченным магнитопроводом. Такие генераторы самовозбуждаемые, то есть могут работать без АКБ. На мощных генераторах установлен шкив с обгонной муфтой. В данном случае обгонная муфта служит демпфером, который гасит колебания коленвала и тяжелого ротора, чтобы ротор не подгонял вращение ремня навесного оборудования при снижении его скорости вращения. Обычными словами, при вращении ротора и шкива по часовой стрелке они вращаются как одно целое, но при внезапной остановке шкива ротор продолжает вращение. Соответственно, не ударяет по шкиву и по ремню навесного оборудования. Поэтому обгонная муфта и называется обгонной из-за того, что при остановке шкива ротор может обогнать его по скорости. Обгонные муфты, к сожалению, далеко не вечные, ходят 50-100 тысяч километров. Первый звоночек вы слышите скрип после остановки двигателя. Это ротор заставляет прокрутиться шкив относительно остановившегося ремня навесного оборудования. И второй звоночек на работающем двигателе. Открываем капот и смотрим на шкив. Здесь будет ремень навесного оборудования дико вибрировать. А теперь пару слов о подключении генератора. Разумеется, генератор подключается к массе, к корпусам, а также к плюсу через вот такие толстенные высокотоковые провода. Также обязательно генератор подключается к контрольной лампе. Такие разъемы обозначаются L либо D+. На современных генераторах отдельного вывода под контрольную лампу может и не быть, но контрольная лампа обязательно подключается по одному из проводов многоразъемной фишки. Также очень интересно, на генераторах для старых дизелей может быть разъем W, по которому снимаются показания для тахометра. Также на генераторах могут быть разъемы FR либо DFM, по которым ЭБУ определяет нагрузку на генератор. Если нагрузка сильно высокая, то ЭБУ отключает некоторые потребители. На некоторых генераторах присутствует разъем D без плюса. D обозначает Digital либо Drive. На автомобилях Ford, например, этот разъем служит для передачи цифрового сигнала. А вот для японских автомобилей этот разъем служит для управления регулятором напряжения. Поломки генератора бывают двух типов – электрический и механический. Механический – это заклинивание ротора из-за износа подшипников. Из-за такой поломки может порвать ремень навесного оборудования. Вот такой скрип – это первая весточка, указывающая на износ подшипников. Следующее – это износ графитовых щеток из-за контакта с контактными кольцами ротора. Правда, щетки сделаны с запасом и служат очень долго. Предельная длина щеток 5 миллиметров. Если здесь пропадает контакт, то генератор перестает функционировать. Обмотка не намагничивается и ток не вырабатывается. Диоды выходят из строя из-за перегрева, то есть из-за нагрузок. Следует отметить, что есть генераторы с неправильно подобранными диодами, которые не служат долго. Вообще, диоды рассчитаны на номинальный ток с минимальным запасом. Также диоды могут выйти из строя при неправильном прикуривании. Дело в том, что из-за высокого потребления тока генератором и АКБ другой машины ваши диоды просто пробивает. Правильно прикуривать так. Подсоединяете провода к аккумулятору другой машины. В этот момент ваша машина работает и заряжает другой аккумулятор. Затем вы глушите свою машину, вынимаете ключ и после этого можно заводить другой автомобиль. Если неисправность в реле регулятора, то генератор может не выдавать достаточного напряжения. В этом случае зарядка может и вовсе пропасть. Также реле регулятор может стать причиной утечки тока. На некоторых генераторах существует рекомендация менять реле регулятор через определенный пробег. Также зарядка может пропасть либо отсутствовать при нагрузке из-за межвиткового замыкания. Генератор проверяется на автомобиле мультиметром. Мы сначала не заводим автомобиль и меряем напряжение на АКБ. Оно должно быть примерно 12 вольт. Затем заводим автомобиль и меряем опять напряжение. Оно должно быть от 13,8 до 14,5 вольт. Есть старый дедовский метод для проверки генератора. На работающем двигателе снимаем клемму. Если двигатель не заглохнет, то значит генератор бодрячком. Сейчас на современных двигателях такого категорически делать нельзя. Потому что если вы так сделаете, то гарантированно через неделю у вас сгорит один из диодов. А сейчас мы вам покажем, как проверить генератор и немного электрической магии. Как проверить генератор с помощью двух ламп? Одна лампа это индикаторная, то есть ее мы подключаем к плюсу и к индикаторному разъему. А вторая лампа у нас силовая, которая показывает наличие заряда. То есть мы ее подключаем к силовому плюсу и к минусу аккумулятора. Что сейчас должно произойти? Мы провернем генератор и вот эта лампа потухнет, а силовая лампа загорится и покажет, что идет заряд. Все генераторы в «АвтоСтронг» рабочие. Вместо вот этой лампочки можно подключить мультиметр и узнать конкретное напряжение зарядки. А вот эта лампочка потухнет по чисто электрическим причинам. Сейчас она горит, потому что обмотка возбуждения потребляет ток. А когда генератор начнет работать, то течение тока вот здесь прекратится. Отдельного разговора заслуживают генераторы с ПД подключением. В них нет регулятора напряжения. А регулятор напряжения находится в ЭБУ. То есть из ЭБУ передается напряжение для возбуждения обмотки. Соответственно из-за этого их нельзя проверить индикаторной лампой. Вот такие генераторы проверяются на стенде либо с помощью самодельного реле, которые способны подать импульс на обмотку. Отметим, что в «АвтоСтронг» очень большой выбор генераторов. Стоят они в разы дешевле новых. У них большой ресурс. И в ситуации, когда вы выбираете ремонтировать либо покупать бэушный генератор, конечно, покупайте бэушный генератор в «АвтоСтронг». Ну вот в принципе-то и все. Надеемся, что вам понравилась эта рубрика. Пишите в комментариях, какие запчасти вы хотите в этой рубрике видеть. Обязательно поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, заходите на наши соцсети, участвуйте в нашей акции. Пишите отзывы в Google либо Яндекс. Мы читаем абсолютно все и реагируем на них. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».